Тяжёлая рабочая неделя позади. За окном в субботний вечер. И многие уже выбрали место, в которое поедут отдыхать. Но если вы ещё не решили, каким нарядом будете шокировать... Вам поможет программа... В образе! Проект в образе – это битва между парикмахерами и визажистами за звание «Быть лучшим». В прошлой программе это звание отстаивали команда из Террасполя под номером 4 и команда из Рыбницы под номером 7. Участники получили задание от жюри – создать своим моделям образ в стиле пин-ап. У нас сегодня третья битва. Рефери, в которой выступают специалисты парикмахерского и мейкап-искусств. Итак, наши жюри. Всё в наших руках, поэтому их нельзя пускать. Виталий Коваленко – гость нашего телепроекта. Официальный топ-стилист международного уровня. Заслуженный преподаватель учебно-методического центра «Кавали». Призёр конкурса «Колар Тайм». Создатель множества собственных коллекций. Выпускник «Пайрат Пойнт». Россия, Санкт-Петербург. Директор и арт-директор салона «Кавали». Тирасполь. Для того, чтобы быть незаметной, надо отличаться от всех. Светлана Вайнштейн. Парикмахер, многократный призёр и обладатель гран-при конкурса «Гармония красоты». Призёр конкурсов Республики Молдова. Многократный победитель конкурса «Колар Тайм Украина». Победитель конкурса в рамках открытого чемпионата Украины. Роскошь – это когда изнанка так же красиво, как лицо. Инна Мушинская. Визажист, двухкратный чемпион мира по макияжу 2010-2011 годов. Сертифицированный и действующий судья мировых соревнований. Тренер и преподаватель сборной Молдовы и Приднестровья по макияжу. Директор авторской школы макияжа. Не всякая женщина рождается красивой. Но если она такой не стала в 30 годах, она просто глупа. Марина Петрусенко. Президент Ассоциации врачебной и эстетической косметологии. Специалист в индустрии красоты и СПА. Директор Беларгрупп. Парикмахер команды номер 5 отказался принимать участие в проекте. Итак, согласно положению, второй участник команды, в данном случае визажист Полина, имеет полное право пригласить для дальнейшего участия партнера на свой выбор. Итак, у нас в команде произошла замена парикмахер-мастер Радика. Радика, добро пожаловать на проект. Итак, доброе утро, девочки. Именно сейчас вам предстоит узнать, какой же именно образ вы будете создавать сегодня. Перед вами традиционно на столе конверты, в которых задание. Прошу одну из вас подойти и вытянуть тот самый заветный конверт. Добрый день, уважаемые жюри. Право вытащить заветный билет мы предоставляем нашим друзьям из Бендер. Пожалуйста, Алена, подходите. Уверенным движением руки. Вы определили следующий стиль. Этот стиль давно уже вошел в моду, а с ним пришло новое ощущение элегантности и женственности. Благородство и элегантность возведены в офицерский чин. Итак, поздравляю вас, милитари стайл. Вы знакомы с данной тематикой? Да. В таком случае мы желаем вам удачи. Спасибо. Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся пару участников, необходимо отправить смс на короткий номер 123 с текстом «Образ» с латинскими буквами и номером команды. Не по росту. Ладно, все на месте. Есть, сэр. Даем три часа. Есть, сэр. Справитесь. Есть, сэр. Лиза Цанна, по традиции. Ни бигудей, ни пудрочки. Есть, синьор Лиза. Вот молодцы. Бегом. Лиза Цанна, по традиции. Ну что же, команда под номером три, да? Да. Да. Расскажите, пожалуйста, краткую биографию вашей команды. Мы из города Бендер, меня зовут Сафану, мы визажистка Алена. Сотрудничаем два года вместе, друг с другом помогаем. Во всем или только в искусстве? Только в искусстве. Вот так. Лучшие подружки участвуют вместе. Чья была идея участвовать в проекте? Вообще идея была Алены. Алены предложила, а я согласилась. На вам деньги сулила, да? Сколько? Не скажу. Это секрет. Какие тайны будут на голове? Я задействую и валик, и кудри. Стоп, стоп, стоп. Какой валик? Это снимается. А как фамилия валика? Мы используем искусственные волосы, то есть в виде валика, а также накручиваем кудри и выкладываем красиво на валик. Что-нибудь будет? Может, кокарда какая-то все-таки? Или, может быть, вы погоны прилепите? Или шапки? А вот это секрет. Хорошо. Тогда о секретах умолчим. Идем к визажисту. Алена, здравствуйте. Расскажите, что характерно для стиля на лице. Значит, я взяла цвет хаки. Хоть это казалось бы банально, да, под цвет военной формы, но я ее лицо, то есть украшу каким-то цветом. Опять секрет, да? Это секрет, да. А вы служили? Нет. В общем, для стиля милитари очень характерны цепи. Мы будем украшать лицо цепями. Мне кажется, это будет очень интересно. А цепи золотые, серебро, бронзо, камень, железо? Железные, черные, тяжелые. Какие каменные цепи-то я вообще психанул. Деревянные, ладно. Ладно, деревянные, это вообще супер. Пожелаю вам удачи, не буду мешать. Тай, как себя чувствуете, Тай? Потрясающе. Думаю, будет еще лучше дальше. А, еще дальше вопросы? Хорошо. Чего ждете от конкурса? Нет, дальше-дальше будет еще лучше и интереснее. Ладно, все, девочки, удачи, успехов. Давайте. Спасибо большое. Ни пуха, ни пера. Все, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полина, почему у нее красные глаза? Да, потому что милитария – это военный стиль, там, больше зеленого, черного. Хочу сказать пару слов об этом. Дело в том, что мы решили отойти от привычного образа, образа зеленого цвета к несколько другим тонам. Мы взяли агрессивный красный цвет и черный, также агрессивный. При этом мы добавили плавную волну, которая окутывает лицо девушки, обрамляет глаза и создает эффект романтичности. То есть мы вместе совместили несовместимое. Что у нас будет на голове девушки с агрессивными глазами? На голове у нас будет строгий стиль, в стиле Рета. Мы используем жгуты. Жгуты будут присутствовать в нашем костюме. И волны. Волны будут присутствовать еще в макияже. Креативность, образа. Во-первых, мы взяли трендовую прическу, это тренд этого года. Во-вторых, мы взяли трендовые цвета, это красный цвет, цвет этого года. Так что у нас такая получается трендовая девочка. А вы к этому тренду подобрали костюм какой-то? Конечно, костюм у нас идеально подходит. Но костюм у нас, наверное, вы не ожидаете, что он будет именно таким. Вообще стиль милитари, это военный стиль. И он не подразумевает собой зеленый цвет и цвет хаки. Вспомните нашу армию, боже, какое там было изобилие костюм. Действительно, там все красные ходят. Красные, белые. А вы доверяете Полине? Она рисует красные глаза Лере. Мне очень нравится, как она сделала макияж. И очень я доверяю. То есть вы вместе готовы рваться к победе, да, девочки? Конечно, только к победе. Со щитом или на щите? Прямо как в песне Виктора Цоя. Узнаем, как запоют наши участники в конце программы. Ведь там будет очень интересно. Улица Клара Цеткин, 14-2. Телефон 3-7-2-48-48. Винтаж. Клуб для каждого, но не для всех. Самые лучшие свадьбы. Свадебный центр «Профарт». Время вышло. Надеюсь, что участники уже успели воплотить все задуманное, потому что жюри ждут работы. И как мы знаем, к таким людям опаздывать нельзя. Конечно, что вы. На подиуму спешит команда под номером 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, девочки. Мы рады видеть вас. Замечательные, шикарные, яркие работы. Ждем от вас защиты образа, так как у нас очень много уже вопросов к вам возникло. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за внимание. Хотелось бы начать с того, что мы раскрываем стиль милитари. Милитари в переводе с английского – военный стиль. Мы решили отойти от общепринятых зеленых цветов. Как вы заметили, у нас красно-белые оттенки. Дело в том, что мы с Радикой, как парикмахер и визажист, мы очень разные люди с ней. Она мягкая, такая женственная. И вот эти линии все женственные – это часть ее души. А моя часть – это более агрессивные, более жесткие линии. Мы решили придать яркости этому стилю, решили его как-то оживить, как-то вдохнуть жизнь в этот стиль. По поводу макияжа хочу сказать. Я визажист. Я вот использовала в своем макияже, опять же, красно-черные тона. Агрессивные тона, переклюкающиеся с мягкой женственной волной. Как вы заметили, в костюме тоже у нас присутствует волна. Эта волна, в принципе, она присутствует и в макияже. То есть макияж является продолжением этого костюма. Губы – это фактурные губы. Здесь я покрыла слоем блестящей слюды золотой, а поверх нее слой фольги. Я сделала прическу из длинных волос. Не использовала никаких валиков. У меня в прическе сочетание жгутиков, что является продолжением в костюме, деталей в костюме. Плюс волны. Волны отлично сочетаются с макияжем, что придает романтичность прическе. Девочки, и все-таки к какому времени вы бы отнесли свой стиль в милитаре? Премия Петра Первого, скорее всего. Его использовали в своем туалете царские персоны, либо люди, которые имели какой-то высокий чин. Замечательно. Просто я увидела в вашем макияже детали явно 2010 года. Вы знаете, здесь вот эта вот деталь, она вообще как бы часть фольклора. Полина, как вы считаете, к какому типу женщин подходит образ? Дело в том, что я думаю, что наша модель, так как работали два совершенно разных специалиста, она яркая, она уверенная в себе, но при этом дома это этот очаг. Почему именно на Радику ваш выбор пал в выборе партнера? Мне приятно с ней общаться и работать вместе. Я знаю, что это ответственный человек, который никогда не подведет, никогда не повернется и не уйдет просто так, и который будет со мной до конца и будет помогать. Прекрасно. Ну, давайте дальше по работе, Светлана. У вас есть вопросы? Что для вас значит работа в команде? Двигаться в унисон друг к другу. Это чувствовать друг друга, понимать друг друга с полуслова. У нас, мне кажется, у нас это получилось. Вот вы говорили, что у Радики свой стиль, мягкий, более женственный, у вас более жесткий. Это как-то вот не подходит вашим словам, что вы унисон? Как правило, в нашей жизни везде встречается что-то острое и что-то мягкое. Возьмем женщину и мужчину, они же живут вместе, они женятся, они рожают детей, но при этом посмотрите, какая разница небо и земля. Значит, и вы дополняете друг другу. Да, мы являемся дополнением друг друга. Полина, на какую оценку по пятибалльной системе вы бы оценили свою работу? У вас так говорят глаза, мне кажется, вы бы пять пятерок поставили. Однозначно. Вы знаете, сказать честно, положа руку на сердце, я очень довольна этой работой, я рада, что вот так все получилось, потому что было очень много сложностей. Ваша оценка? Простите, у меня завышенная, наверное, будет оценка. Полина, ваша оценка по пятибалльной системе? Пять. Радика, ну и сколько вы бы оценили свою работу? На пять. Замечательно. Спасибо вам большое. Я хочу сказать Радике, как бы не сложился сегодняшний итог, большое вам спасибо, что вы вызвались поддержать Полину и создали прекрасный, на мой взгляд, работу. Мне очень нравится. Спасибо вам. Ну а сейчас присягать на верность искусству красоты будет команда под номером три. Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, уважаемые жюри. Мы рады вновь присутствовать на съемочной площадке. Сегодня мы хотели представить свое видение образа в стиле милитари и хотели показать, как мы увидели его, как мы его раскрыли. И надеемся, что вам понравится. Милитари — это военный стиль. Но современные модницы знают, что для того, чтобы одеться в стиль милитари, нужно взять некие детали из военной тематики и добавить его различными аксессуарами. В стиле милитари характерны цепи, шипы, жгуты, золотые пуговицы, ремни тяжелые, кожаные. В принципе, мы как бы вот эти части и добавили в наш образ погоны. В стиле милитари главное не переборщить. То есть мы можем переборщить с цепями и с тоном. Стиль милитари, он сейчас популярен в современном мире. И молодежь делает акцент на цепи, погоны, пуговицы, ремни, бляхи и кожаные ремни. Поэтому это актуально сегодня. Также в стиле милитари очень характерны зеленые, коричневые, черные цвета, цвета хаки, цвета. Вот что мы решили выразить, подчеркнуть и показать вам. В прическе в стиле милитари характерны валики и также распушенные кудри. В этом случае мы решили совместить. То есть у нас валик присутствует. Также накручены локоны, которые выложены аккуратно на валик. Также мы решили украсить прическу пилоткой. Пилоткой из волос. Пилотка чья работа? Моя. Она выполнена вся из натуральных волос. Волос не натуральный, искусственный конь-колон. Алена, расскажите нам, пожалуйста, о макияже. Значит, макияж. То, что я хотела делать однозначно в цветах хаки, это было решено сразу. Насчет того, чтобы его разбавить как-то, чтобы он не сливался с цветом нашего костюма, я решила взять контрастный цвет, красный. Красные губы – это классика. Никогда не выходила из моды. Я вот увидела его именно так. Цепи. Цепи я решила добавить, потому что все-таки этому стилю очень свойственны цепи. У меня как бы такой элемент какого-то жгутика, то ли цепь как бы так вот выложила. Какую функцию выполняет красная растушевка в зоне роста волос? Вообще, если честно, мы хотели на пилотке делать какой-то красный акцент, большую звезду. Но как бы мы что-то передумали, у нас это что-то не вышло, и мы решили это так немножко перенести этот акцент на лоб. Повысилась ли Ваша самооценка в плане мастерства после создания данного образа? Наверное, да. Я довольна своей работой, на самом деле. Я первый раз участвую в конкурсе. Готовила все сама, читала в интернете, смотрела, листала, выбирала всякие элементы с разных работ, которые мне нравились. В принципе, я довольна. Как Вы считаете, созданный Вами ваш образ может найти применение в быту, в повседневной жизни? Ну, наверное, это больше подиумный вариант, но вот как бы детали нашего гардероба, я думаю, да. Что можно было бы убрать, чтобы это было в быту и в повседневной жизни очень актуально? Ну, если мы снимем пиджак, то это будет слишком просто. Шорты и майка. Ну, давайте что-то снимем. Давайте что-то снимем. Давайте что-то снимем. Марина Владимировна, у Вас вопрос был? Да, у меня был вопрос. Если Вы не выиграете в этом конкурсе, у Вас останется еще желание участвовать в каких-то, возможно, других проектах? Сто процентов. Потому что, я еще раз повторяю, это мой первый конкурс. Мне настолько интересно, как бы очень, как-то, вот, не знаю, позитивно, наверное, мы постоянно сюда идем и тренируемся, нам это нравится. Спасибо Вам огромное за участие. Спасибо Вам большое. Уважаемые команды, спасибо Вам за представление образа. Вы глубоко и ярко раскрыли тему милитари. Ну, а теперь о каждом подробно. Команда номер три. Мне нравится сдержанность Вашего образа, элегантность. Создание такой работы требует большого труда. Проявление профессионализма. Но Вы заставили нас усомниться в этом. Команда номер пять. Мне нравится Ваша смелость, уверенность в своих силах. Но мне кажется, в Вашем образе очень много деталей, которые не дополняют друг друга, а уводят от главного. Команда номер пять. Постарались очень хорошо. Действительно, Вы старались. И это похвально. Но мне кажется, что слишком много было красного цвета. У меня все. Значит, команда номер три. А я, как профессионал своего дела, доволен тем, что увидел. Но, как член жюри, недоволен тем, что услышал. Мне не хватило уверенности. Спасибо. Уважаемые команды, мы не раз беседовали с Вами. И я говорила Вам о том, что 90% успеха работы – это Ваше представление. Вы должны уметь говорить не только руками, но и уметь говорить так, чтобы в Вашу работу влюбился даже человек с закрытыми глазами. Я думаю, Вы понимаете, о чем я говорю и кого это касается. По деталям работы. Команда номер пять. Мне нравится идея, взятая за основу. Мне нравится именно гусарское направление. Мне нравится направление более раннего, скажем так, развития стиля милитари. Мне нравится красно-черное сочетание, выбор сочетания в макияже, потому что это достаточно сложное сочетание. Мне нравится идея с губами, потому как этот прием тоже сложный и весьма оригинальный. Мне не понравилась Ваша обувь. Я расценила это как недоработку. Либо я бы сделала, наверное, черные брюки, либо украсила, может быть, шипами, которыми дополнен Ваш лоб. Что-нибудь с обувью я бы решила совсем иначе. В общем, мне очень нравится работа. Она достаточно яркая. И Ваш, скажем так, тандем прекрасен. Я думаю, Полина не ошиблась в выборе своего партнера. Что касается команды номер три. Мне очень нравится Ваш образ. Мне нравится очень исполнение прически. Мне нравится идея с пилоткой, выполненная из кониколона. Мне нравится Ваша модель, достаточно раскрепощенная. Для меня не читается макияж совершенно с этим образом. Не всегда нужно в работе усложнять что-то. Я вижу в этом образе обыкновенный дымчатый глаз, что сделала бы эту работу идеально шикарной. В целом, все очень интересно, красочно, феерично. Но остерегайтесь оригинальности. В женской моде оригинальность может привести к маскараду. Говорила знаменитая Коко Шанель. Зачастую слишком много идей в одной модели смотрится на ляписто. Поэтому, девочки, я хотела бы дать Вам совет. Научитесь в жизни расставлять акценты. Мне не хватило в обоих работах акцентов. Их слишком было много. Но в целом, огромное Вам спасибо. Вы очень нас порадовали. На самом деле, было достаточно сложно отдать предпочтение той или иной работы. Великолепные модели, великолепный показ, шикарные представления работы. Спасибо Вам огромное. Итак, уважаемые команды. Мы переходим к главной церемонии, после которой для одних мы станем злыми и вредными членами жюри, другие убедятся в том, что судим и объективны. Команда номер три. Я вижу, что Вы волновались. Я вижу, что Вы старались. Но все-таки иногда нужно уметь брать себя в руки. Команда номер пять. Я обращаюсь к Вам. Вы столкнулись с трудностями. И с трудностями немалыми. Вас подвела Ваша первая модель. Принимать участие в проекте отказался Ваш парикмахер. Но я думаю, Полина, самая главная победа – это победа в том, что ты обрела для себя друга и коллегу, которая никогда не повернется к тебе спиной. Мне кажется, что это тоже победа. Команда номер три. Я знаю, что Вы умеете работать. Умеете работать хорошо. И три часа – это небольшой срок, но достаточный для того, чтобы показать, на что способен мастер. Команда номер три. Большое Вам спасибо за работу. На Вашу работу мы насмотрелись. Теперь нам хочется отдохнуть. Авторская школа макияжа Инна Мушинской. Сертифицированная европейская программа обучения. Три семерки, 65840. Наши квалифицированные мастера всегда готовы к работе над Вашим образом. Все виды парикмахерских услуг и маникюра. Услуги косметолога, солярий, визаж, татуаж и массаж. Мы подчеркнем красоту каждой клеточки Вашего тела. Неоднократный победитель международных конкурсов. Абсолютный чемпион Молдовы по моделированию ногтей 2013 года. Все это – Френч Кафе. Профессиональное обучение и качественное оказание услуг по маникюру и педикюру. Лучший Френч только в Френч Кафе. Наращивание ногтей, макияж, татуаж. Все виды парикмахерских услуг. Для женщин. И для мужчин. Новейшие технологии и самые качественные продукты. Салон Инны Мушинской. Теперь нам хочется отдохнуть. И встретиться с вами в полуфинале. Фотоотчеты со всех битв вы можете смотреть на нашем сайте. Триумфвизаж.ком У нас на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами. Ну а в ваших телевизорах сегодня говорила Елизавета Александровна. И воспевал Артем Николаевич. До свидания. Не против? До встречи. Редактор субтитров А.Семкин